Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Познаем истину» и я, ее ведущий, Олег Харламов. Сегодня мы будем говорить о Святом Духе и о плоде Святого Духа вместе с гостями нашей студии. Я их с удовольствием представлю вам. Сегодня у нас в гостях Надежда Иванова, магистра общественного здравоохранения, и также у нас пастор церкви Дмитрий Беспалько и Виктор Алексеенко, пастор церкви. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Давайте мы вначале прочитаем послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 22-23 тексты. Пожалуйста. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Хорошо. Чем мы руководствуемся при определении «плохой хороший человек»? На что мы обращаем внимание? Очень часто общественным мнением и теми ярлыками, которые кто-то до нас уже наклеил на этого человека. Зачастую это очень неверно, зачастую это совершенно несправедливо, но, к сожалению, такие моменты в жизни бывают. Ещё говорит народная мудрость, что очень часто встречают по одёжке. И зачастую при встрече по одёжке можно сделать неверные выводы человеку. Хорошо. Когда мы говорим сами о себе, как мы определяем и плохие, и хорошие люди? Чем, опять же, руководствоваться для того, чтобы сказать «я хороший» или «я плохой»? Про себя или про другого? Про себя. Можем ли мы это сделать, определить себя «плохой я» или «хороший человек»? Можем, но часто бывает не очень критично к себе. Мы можем всегда дать себе хорошую характеристику. Хотя характеристику должен дать нам другой человек. Только другой. То есть, а мы сами не оцениваем себя? Да, удачно. Мы можем это делать, но должны быть достаточно критичны. Но мы снисходительные. Знаете, очень важная фраза зачастую звучит. Я, конечно, не живу так, но я знаю, как надо. И вот это выражение, объясняющее «я знаю, как надо», оно как бы позволяет нам не жить так. Я знаю, как надо, но, к сожалению, пока так не живу. А профессиональные качества, они всегда тождественны и нравственны? То есть, можем ли мы говорить, например, о каком-либо замечательном хирурге, что он также замечательный отец, хороший семьянин? Или это несколько разные понятия? Так всё-таки, вот как нам воспринимает, например, любого человека? И такого в том числе мы говорим, что мы вообще что, разные в разных местах? Да, у каждого свои роли есть, и мы выполняем каждую свою роль. На работе мы одну роль играем, в семье другая роль, и она может резко отличаться одна от другой. То есть, вы хотите сказать, что мы все артисты, поэтому просто, что необходимо для каждого из нас, в нужное время сыграть нужную роль? Не, ну, может быть, неправильно сказано сыграно. Мы выполняем разные роли, и они ожидают от нас. Дома мы как родители или как дети, на работе мы как лидеры или подчинённые, специалисты, совершенно разные роли. Ну, посмотрите, здесь есть определённые обязанности, может быть, с которыми мы должны справиться. Но когда мы говорим о определении, плохой или хороший человек, потому что это как-то не связано с нашими профессиональными качествами, хотя мы можем также и говорить, что это плохой работник, когда он не выполняет своих определённых полномочий. Где и в каком месте мы настоящие? Ну, по сути дела, если человек воспитывает себя в рамках нравственных принципов, морали, он будет настоящим везде. Он будет настоящим в обществе, он будет настоящим, когда остаётся один на один самим с собой. Виктор Владимирович, вы допускаете, что быть настоящим везде, если человек кричит, например, постоянно злится на свою семью, то также нужно ему вести себя и где-то в обществе, и всегда быть таковой? Я сказал, если человек воспитывает и взращивает себя в рамках нравственности и морали, тогда он будет настоящим везде. Если же человеку очень чужды такие понятия, как нравственность, мораль, как правило здравого тона или хорошего тона, тогда человек будет действительно играть определённую роль. Он будет играть роль там, где ему выгодно, там, где его заставляют быть послушным и добрым. Он там будет, может быть, скрипя зубами, быть хорошим. И плакать может быть, да, ему не хочется плакать, либо смеяться, когда ему не хочется этого делать. Если он уже свободен от этого внешнего контроля, он может быть таким, каким он есть на самом деле. Он может кричать, срываться на беззащитных детях, он может унижать и бить свою супругу. То есть, если у человека нет вот этого стремления к росту нравственному, к морали, к божественным принципам, он тогда не будет настоящим, он будет выборочно настоящим. А тот, который стремится к этому, он будет настоящим везде. То есть, как раз мы говорим и будем сейчас говорить об этих качествах плода Святого Духа. Например, человек, ходящий в церковь, это человек достойной подражания? К сожалению, не всегда бывает так, что человек, который ходит в церковь, это тот, который можно назвать образцом для подражания. Но то, что он ходит в церковь, это уже говорит, наверное, о многом. Это хорошо. Человек, значит, хочет встречи с Богом. Он хочет встречи с теми людьми, которые знают Бога. Вы знаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что хотелось бы сейчас прочитать второе послание к Тимофею, послал Павлу, 3 глава, 5 текст. Он говорит об определенной проблеме человека, который делает многие хорошие духовные вещи. И все-таки давайте мы прочитаем этот текст. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Итак, Павел говорит о проблеме человека, который вроде бы с Богом ходит в церковь. Внешность поменять несложно. Как поменять внутренность свою? Здесь написано «имеющий вид благочестия». То есть это просто напускная форма какого-то поведения. На самом деле этот человек по сути не таков. То есть внутренность его очень отличается от внешнего содержания. Как же все-таки вот нашу внутренность привести в какую-то нормализацию такую, чтобы внешнее соответствовало внутреннему настрою, нашему поведению? Ну иногда человек ходит в школу 10 лет, сам не знает, что ему там делать. И никто из его близких и окружающих тоже не понимает, что он там делает. То есть бывает так, что человек занимается чем-то, и это никак абсолютно не влияет на его развитие, на его поведение. Это никак не влияет в позитивную сторону. Бывает так, что и в церкви человек ходит много лет подряд, но ни его сослуживцы на работе, ни домашние его не понимают, что церковь приносит ему, потому что никаких изменений в его жизни не происходит. И мне думается, что в первую очередь такой человек должен задать себе вопрос. Если он заинтересован в этих изменениях, он должен задать себе вопрос. Зачем я делаю то, что я делаю? Так это самый главный вопрос. Зачем тогда вид благочестия, если благочестия нет? Это кому нужно, что создавать видимость? Человеку или людям, которые находятся рядом с ним? Человеку может быть выгодно создавать вид благочестия. Ему может быть совершенно неудобно примерять на себя и загонять себя в рамки благочестивой жизни. Но для того, чтобы иметь хорошую репутацию, иметь хорошее мнение окружающих людей, зачастую он создаёт себе вид благочестия. Но если мы говорим о том, если он заинтересован в изменениях, как измениться, то нужно в первую очередь ответить себе на вопрос, зачем я это делаю. Вы знаете, как ведут себя многие люди, они заявляют, что это моя жизнь, вы не вмешиваетесь в неё, она вас вообще не касается. Насколько наша жизнь влияет на жизнь, те, которые рядом с нами? Действительно, моя жизнь вас не касается? Ну, мы все взаимозависимы. Мы не можем жить в вакууме. В любом случае, наше отношение к другим оказывает влияние на них, и поведение других оказывает влияние на нас. В любом случае, мы живём в коллективе, в социуме, который оказывает на нас влияние. И мы тоже оказываем влияние. Но всё-таки человек, если вот я такой, ну извините, такой вредный, может быть наглый даже, вам-то какое дело до этого? Я с вами веду себя хорошо. Ну, мы не имеем права и не имеем возможности менять людей. Наша задача – изменить своё поведение, выработать свои привычки, выработать свою форму общения с людьми, сформировать отношения с другими людьми, которым было бы уютно, и мы были добры и снисходительны к людям, независимо от того, как относятся к нам. То есть, живя здесь, на земле, даже не говоря о смерти, мы постоянно что-то семь. То есть, определённые семена в нашей жизни есть. Эти семена приносят либо добро для других людей, либо приносят зло. Селюдивлияние в любом случае. То есть, мы обязательно влияем друг на друга. Поэтому нельзя говорить, это моя жизнь, она вас не касается, вы не задавайте мне вопросы, почему я такой. Вот Господь желает изменений. Он говорит, что сами по себе, если вы оторваны от меня, у вас будут проблемы. Давайте мы прочитаем интересное сравнение, которое приводит Господь. Это Иоанн Катаян, 15 глава, с 1 по 7 текст. Что Христос говорит о себе и о нас? «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Скажите, пожалуйста, почему Иисус Христос объясняет нашу жизнь, нашу жизнь с Ним на примере вот этой виноградной лозы? Ну вот я пытаюсь представить себе, я слушал вот это описание, замечательную картину вот эту, и пытался представить себе. Вот подхожу я, например, к виноградной лозе, как раз в сезон принесения плодов. На что обращает внимание человек, когда приходит к виноградной лозе и видит плоды на ней? Чем восхищается человек? Он восхищается плодами. Он говорит, посмотри, какие ягоды, посмотри, насколько они спелы, большие и так далее. Вряд ли у него приходит в это время мысль в голову, какая же вот лоза. Вряд ли. То есть он восхищается плодами. И Христос в этой притче, он говорит, тоже интересно говорит, когда люди видят ваши плоды, вот то, что вы приносите, они восхищаются, если они хорошие эти плоды, они восхищаются и в целом виноградная лоза, а тогда говорят о хорошем сорте виноградной лозы. Но если они видят ваши плоды, никакие на этой виноградной лозе, тогда они говорят о плохом сорте самой лозы. И он говорит о том, это интересное вот такое вот описание, он говорит, если вы пребудете во мне, а мои слова пребудут в вас, то вы обязательно принесёте хорошие плоды. У вас не просто будет вид благочестия, у вас будет внутренность благочестивого человека. И вот эта взаимосвязь, она достаточно красиво описана в этом. А здесь он говорит, Господь, о пребывании в нём. Пребывание в нём, в Боге, это болезненный рост? Как и всякий рост, он может быть болезненным в некоторых аспектах. Но вот эта боль, которую, например, человек накачивает мышцы, человек приобретает какой-то опыт. Например, маленький ребёнок учится ездить на велосипеде. Вот эти вот его падения, вот эти неудачи, они могут приносить ему какие-то неприятности. Но когда он видит результаты этого роста, это радует. Точно так же, как маленький мальчик может или девочка быть недовольным чем-то, учась у своих родителей, но уверенная рука мамы выводит ему, помогает идти буквы, и он начинает немножечко учиться, ему это нравится. Точно так же рост, пребывание человека с Богом, он может где-то доставлять неудобно. Ты видишь, ты не такой, каким ты должен быть. Усталость. Усталость какую-то, да. Но вместе с тем это рост. Но рост – это движение вперёд. Вы почерпнули такую мысль, что люди обращают внимание на плоды. Есть виноград, есть что поесть, да, вот сладость этого, вкус. И вы упомянули, что если нет плода, люди не обвиняют плод сам, виноградные ягоды, а обвиняют сорт винограда. Почему мы мало плодоносим? В чём причины? Садовник плохо ухаживает? Дмитрий, как вы думаете? Ну, бывает по-разному. В конечном счёте, конечно же, ответственность за наши плоды лежит на нас. То есть мы, как сказал Христос в этой притче о виноградной лозе, мы либо на ней и получаем живительный сок и приносим плоды, либо мы вдалеке от креста, хотя можем думать, что мы вот на этой лозе. Ответственность за плоды и что мы можем приносить зависит не только от садовника, который ухаживает за лозой, не только от того, кто даёт этот живительный сок, но и от нас. Вообще интересно, когда мы читаем, нам хотелось бы это применить в своей жизни и быть действительно теми людьми, которые в своей жизни приносят много плодов. Давайте мы прочитаем вот Евангелие от Матфея, 7 глава, 17-18 тексты. Также интересно, очень здесь написано о состоянии каждого из нас. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносит плоды добрые». Скажите, почему так получается по жизни? Одни люди – это вот эти хорошие деревья, а другие – плохие. И вроде бы, если ты приносишь плохой плод, ничего не поменяешь. Не может быть, что от плохого дерева вдруг появятся на Олимпе и никогда не вырастут яблоки. Тогда это как бы проблема для человека. Движения вперёд нет, а многие воспринимают себя как теми деревьями, которые не приносят плода. Ну, сегодня в мире науки и больших достижений, в том числе и в селекционном, так скажем, направлении, люди научились выращивать на разных деревьях разные плоды. И научились выращивать такие плоды, которые после себя плодов никоим образом не оставляют. То есть семян, зёрен нет. Сегодня, скорее всего, люди зачастую, будучи по природе своей злыми, как написано в Писании, ну, каждое сердце – это человека зло, так говорит Библия. Но они как бы определены уже на неизменение своей жизни, они уже так живут. Вот они, ну, плохие люди, и что они соглашаются? Нет, Библия просто констатирует факт. А факт следующий, что каждый человек, рождаемый в этот мир, по природе своей зол. Хотя и говорят народные мудрые, что дети – это святые личности, но кто сталкивался с маленькими детьми, мы знаем, что это самые эгоистичные товарищи на свете. Они требуют, они вымогают. Если их удержать, то вырастет достаточно эгоистичность. То есть, к сожалению, это констатация факта. Люди рождаются в этот мир, они злые, с греховными наклонностями. И необходим мудрый вот этот вот воспитательный процесс, куда ребёночка нужно поместить, чтобы он вырастал, рос, принимая, перенимая хороший опыт, перенимая хорошие черты характера, поведение и так далее. То есть, нельзя сказать, что человек обречён. Вот ты злой родился, значит, ты злой и должен жить. То есть, Бог производит определённую селекцию, вы упоминаете, что ты можешь быть другим человеком. И здесь Господь как раз показывает, что ты вот такой, может быть, не вполне состоявшийся человек, ты в своей жизни можешь приносить плод Духа. Интересно написано, плод Духа, а не плоды Духа Святого, хотя там перечислены девять замечательных, удивительных качеств. Почему всё-таки это не плоды, а плод? В чём проблема? Каждый из нас знаком с такими плодами, которые, ну, вроде бы, как собирательные, такой образы имеют. Например, апельсин. Он состоит из разных долек, но это один плод. Или та же самая виноградная лоза приносит виноград, гроздь. То есть, разные, там, много этих в этом плоде, в одном плоде, но очень много разных отдельных элементов. Точно так же и тут Библия называет это плод Духа, который состоит из разных частей, из разных добродетелей, состоит из разных проявлений, составляющих, но это один плод, который формируется в жизни верующего человека. Если говорить о дарах Духа, то они различны, об этом сказано в Писании. И здесь у каждого может быть свой дар или несколько. Но когда мы говорим о христианском опыте, о жизни, верующего человека, то у него должны быть как раз вот все качества плода. Вот этот комплекс, да, то дар может быть разный у каждого человека, но здесь плод, он должен быть один у каждого человека. Хорошо, мы продолжим об этом говорить, да, буквально через несколько минут. Уважаемые друзья, оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь. Уважаемые друзья, спасибо, что вы вместе с нами. Это программа «Познаем истину». Сейчас вы увидите номера телефонов на своих экранах, по которым вы можете связаться с нами, с нашей программой, а мы продолжаем говорить о плоде Святого Духа. Итак, мы вначале читали, перечислили, да, вот составляющие этого плода, и там на первом месте идёт любовь. Как нам понимать любовь сегодня, где вот это истинное понимание любви, оно просто исковеркано, ну, наверное, до предела? Говоря о любви, мы, конечно же, прежде всего должны сказать, что этот дар, он должен отображать любовь Божью, агапы, безусловно, любовь. Это не те представления любви, которые сегодня, к сожалению, распространены в умах современных людей, но это чистая любовь, которая говорит о жертвенности, о желании человеку сделать добро, принести ему поддержку. То есть, когда ты ставишь человека на первое место, другого человека, чем ты, а что проще для нас, что легче, любить людей или верить в Бога? Ну, наверное, должно быть верой в Бога, мы любим людей. Если есть любовь к Богу... Ну, можно верить в Бога, люди заявляют о своей вере в Бога, но они не любят людей. Мало того, людей даже убивают за то, что они не согласны с моей позицией, с моей верой. Можно привести массу примеров из истории. Ну, понятие верить в Бога, что это значит? Знать о Боге, знать, что Бог есть, это одно понятие, а верить в Бога, быть с Богом, это совершенно не так. Ну, с нами Боги, можно идти вперёд и... Ну, вообще, нужно сказать, что любить людей это накладно очень. Это накладно. Потому что... То есть, для нас же проще... Вот что, в «любить Бога», я думаю, что нам, как людям, проще. Ну, если не вкладывать в это слово глубокий смысл, если не вкладывать глубокий смысл во фразу «любить Бога», тогда проще. Если же вкладывать глубокий смысл в это выражение «любить Бога», то Бог задаёт вопрос, как ты можешь говорить, что ты любишь Бога и при этом ненавидишь твоего брата? Он рядом. Вносишься к людям, окружающим тебя. Да, он рядом, но ты его ненавидишь, а я, который не видим, ты меня любишь. Ну, абсурд. Поэтому любить людей, конечно же, это показатель нашей любви к Богу. Но любить людей это накладно. Но это тяжело. Вы говорите накладно. Любить любящих тебя просто. Вот как любить тех, которые причиняют себе боль, причиняют беды, даже страдания? Как их любить? Вот как раз говоря о плоде Духа, мы должны понимать, что это не результат каких-то наших усилий, это не просто результат того, чего я достигаю, но это как раз-таки дар неба. И здесь Господь ожидает, чтобы мы были в единении с Ним. плод Духа — это то, что мы приобретаем благодаря отношениям с нашим Господом. Если, может быть, какие-то качества можно себе развить, что-то, научиться рисовать, писать, может быть, играть, то как можно научиться просто любить? Каким образом можно воспитать себя? Если есть у тебя любовь, то ты можешь любить. Если любви нет, если тебя кто-то не любит, ты не можешь любить. Правильно. Получается, эта чаша переполненная любви может расплескаться на всех и подарить эту любовь. Если её нет, то внутри. Но её же можно получить. То есть, любовь, мы говорим, это дар от Бога. И учиться любить, то есть, любить — это определённая учёба. И учиться любить, нам нужно стремиться к этому, потому что просто так любить невозможно. Я бы захотел вас полюбить, но у меня нет желания. Помните, что делали люди Иисуса Христу, когда Он говорит, что они не ведают, что делают? А мы ведаем, что мы делаем, когда мы заявляем о своей вере в Бога? А человек, например, не любит. Даже если встречаются парень и девушка, они полюбили друг друга, вот Бог дал им этот дар влюблённости, Он склеил их этим даром. А потом наступают серые боги, и мы все понимаем, что от того, как мы будем себя вести в этих серых буднях, что мы будем делать, как мы будем поступать, как мы будем заботиться о своей любви, вот так вот она и будет расти. Когда речь идёт о том, чтобы полюбить врага, не имеет в виду Господь, что вот ты врага повстречал, и вдруг в твоём сердце такие чувства тёплые к нему появились в раз, ниоткуда. Нет, это целый процесс. Любовь к врагам — это то, что выращивается, это то, что взращивается, и, возможно, любовь к врагам, она будет вот тем венчающим, вот самым таким, знаете, десертом в этом плоде Святого Духа. Потому Христос и говорит, Он призывает нас быть дружелюбными, развивать в себе это качество, тренироваться, практиковаться, и потом подойти к этой вершине любить врага. И здесь идёт целый перечень, когда мы говорим о любви, далее апостол Павел говорит о радости, мире, терпении. А чему радоваться, спрашивают многие люди. Вы посмотрите, что происходит вокруг. Чему радоваться мы сегодня можем? Вообще, мы радостные люди. Вот вы считаете себя радостным человеком по нашему внешнему виду, по нашему лицу. Люди могут сказать, они действительно те люди, которые испытывают радость? Если человек радостный на лице, это видно. Это видно. Оно проявляется. Если мы пойдём по улице, и можно сразу сказать, что счастливый человек не очень счастливый. У этого переживания, у этого трагедии, у этого проблемы, у этого счастья. Этот влюблён, а этот, допустим, переживает потерю близкого человека. То есть в транспорте, сидя, мы можем, глядя на людей, даже определить их состояние, их поведение. Счастливый человек не спрячется. Вообще интересно описано, что Царство Божие – это не пища питья, но радость во Святом Духе. Я думаю, что для нас, как христиан, это есть определённая проблема, что у нас вот это нет радостного приподнятого настроения от того, что мы с Богом, что мы люди верующие. Верующие, которые способны измениться. В большинстве своём… Это ещё и культурно обусловленные такие вещи. Но не в каждой культуре принято ходить по улице и улыбаться направо и налево. Я не думаю, что если мы сегодня в наших больших городах будем идти и улыбаться всем встречным, что кто-то это будет воспринимать как нормальное явление. Но радость разная бывает. На празднике одна радость, тихо и спокойная радость, но на лице всё равно видно какое-то спокойствие, какое-то умиротворение. Кто-то смеётся, радуется, кто-то улыбается, радуется. Как раз вы говорите об умиротворении. А почему нет мира самим собой, не говоря уже за отношения с другими? Потому что здесь, в этом перечне, идёт и мир. То есть мы нерадостны, потому что нет мира, и возникает вопрос. Почему нет мира, если мир самим собой, не говоря уже об отношениях с другими людьми? Видите, говоря о плоде Духа и о тех критериях, качествах, о которых мы сегодня уже сказали один раз, мы должны понимать, что только находясь в тесной связи с Господом, со Христом, мы можем испытывать вот эту и радость, и мир. Апостол Павел писал, что великое приобретение быть благочестим и довольным. Говоря о радости, мы должны согласиться с тем, что людям свойственно есть те, которые более склонны к тому, чтобы находить всё в негативном свете, всё плохо. Они очень удачно подмечают все проблемные места и реже находить что-то доброе, хорошее. И наша задача, как пишет Павел, великое приобретение, учиться находить в этой жизни, даже где много слёз, страданий, то, за что можно сказать Господу славой и благодарностью. И здесь как раз мы, наверное, говорим о терпении. Вот сколько можно терпеть других, чтобы быть в мире с Богом? Сколько можно терпеть человека, который постоянно тебе вредит? Принцем до 7,6-7,7. Давайте мы прочитаем первое послание Петра, третья глава, девятый текст. Интересно, как Господь вдохновил Петра написать эти слова. «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Хорошо, благословляйте, это желайте благословения, это желай добра. Вы мне натворили, наделали каких-то пакостей. А я должен с радостным лицом и миром в сердце сказать, Надежда, спасибо вам, что вы мне всё это сделали. И иди с миром. Вы знаете, когда мы отвечаем в ответ тем же темпераментом, тем же настроением, тем же словами, то мы в никаком случае не гасим конфликт, а наоборот его разжигаем. Кроткий ответ. Посмотрят, что это пластик. Я надеюсь, вырежут. Ну вообще, если мы говорим о реакции человека на какую-то неадекватную ситуацию, конечно, это очень многое зависит от самой культуры человека, зависит от тех ценностей, которые он исповедует и зависит от того, в каком он настроении на данный момент. Мы все знаем, что, скажем, если ребёнок сидит за столом, он болтает ногами, руками, и в это время он выливает на стол кружку с чаем, предположим. Какая реакция у папы с мамой, как правило? Зависит от того, что только что было за этим столом. Если за этим столом сейчас была такая мирная, хорошая беседа, все улыбали, все смеялись, все смотрели на этого мальчика или девочку, восхищались её подвижностью, ну, конечно же, скажем, что-то вот. Расхохотались и пошли дальше. Расхохотались и пошли дальше. А если тут только что обсуждался какой-то вопрос сложнейший, этот ребёнок капризничает, ребёнок тут всеми так уже надоел, тут ещё чай вылил на скатерть, конечно же, будет реакция совершенно другая. Поэтому нужно, наверное, учитывать вот эти обстоятельства, но, с другой стороны, ведь в чём великое преимущество людей, которые в Боге полагают свою надежду? Написано в Писании, владеющий собою лучше завоевателя города. И вот это с Богом приобретённое качество владения собою, своим духом, оно помогает человеку в жизни справляться. Независимо, куда он попадает, какие обстоятельства, он умеет с Господом адекватно реагировать, понимая, что не всё это так, ну, скажем, кто-то вот нечего было человеку сделать, он взял, да, и пакости вам надел. Но вы здесь касаетесь такого момента, как кротости, потому что кротость есть в перечне этих качеств, плода Святого Духа. Интересно написано, что Христос говорит, «Блаженны кротки, ибо они наследуют землю». Но не кажется ли вам, что быть кроткими — это значит дать себя просто на съедение другим? Сегодня многие ищут вот таковых кротких, на которых можно отыграться. Бывает и так. Человеку приходится, может быть, даже и жертвовать собой, может быть, своим каким-то именем. Но, возвращаясь к библейскому повествованию, мы должны вспомнить и тех людей, которые названы кроткими среди этих героев Моисей. Несмотря на то, что он назван кратчайшим из людей, мы знаем, что он был сильным лидером, который совершил великую работу. И его кротость не помешала ему обладать вот этим стержнем, который двигал большую нацию. А если какая-то самая высокая такая ступень кротости, но вот если уже об тебя вытерли ноги, это ещё не высшая степень кротости? Есть ли она, сколько ты можешь быть вот таким кротким? Потому что, вы знаете, собаку, если её долго бить, но у неё тоже наступает тот момент, когда она когда-то тебя покусает. Потому что кротость, говорят, есть вот этому, есть предел терпению. В нашей жизни тоже есть вот этот предел. И какой он, этот предел терпения? Видите, мы склонны над этими вопросами рассуждать иногда с позиции гиперболических ситуаций. То есть предположим, что… И человек зачастую так себя и осмысливает. Вот когда у меня такое вот случится, я буду тогда вот таким. А ведь жизнь, она другая. В жизни никогда не сможешь поднять тяжесть большую в тот самый критический момент, если ты к этому не готовился. Питер Владимирович, достаточно одного момента, может быть, в жизни, когда у тебя уже наступил этот предел кротости? Совершенно верно. И в тот момент ты можешь сорваться. Но если человек понимает, что кротость — это великое благословение в жизни, а это действительно так, потому что кроткий ответ потушает гнев, потому что кроткий человек берёт плоды из дерева жизни, как говорится в Писании. И так оно и есть. Если человек понимает значение, ценность кротости, а это не слабость, это далеко не слабость, попробуйте сохранить кроткий дух в то время, когда вокруг все кричат, в то время, когда все негодуют, а попробуйте сохранить тогда… А ты силен сохранить. А ты силен сохранить вот это состояние спокойствия, состояние равновесия. Это очень непросто. А почему легко выйти из себя, как говорят, и очень трудно вернуться обратно? Вот такая духовная шизофрения наступает в этот момент. Вы знаете, нам, мне кажется, нужна большая мудрость, если говорить о кротости, где её проявлять. Не всегда бывает правильным просто терпеть, терпеть, молчать, молчать, никак не реагировать на то, что происходит вокруг. Бывают нередкие ситуации, когда как раз-таки нас Господь и побуждает что-то сделать. Не просто молчать и слушать, и смотреть, что происходит, что творится. Поэтому мудрость нам необходима. Ну что значит, как это сделать? Всё верно. Вот и с ним всегда молчание. Это говорит, он знает, знать, как. Но Господь ещё говорит как о благости, милосердии, о верности. Вот почему зависть и злость так прочно обосновались внутри нас. Вообще зависть можно победить или нет? Конечно, можно. Вот всё нормально, мы можем дружить, у нас всё устраивает. Но если вдруг что-то у кого-то появится лучше, чем у меня, у нас что-то с нами происходит. Ну первый шаг, наверное, в победе над завистью или каким-то другим пороком, качеством, это, во-первых, осознание того, что с этим нужно бороться. Если человек осознаёт, что вот это его слабое место, и он готов, и он хочет это изменить, у него есть шанс оставить это. То есть возможность есть изменения на 100%, если ты только видишь и понимаешь разницу между пониманием, вот когда есть завистливый человек, когда есть человек спокойный, к успеху другого человека. И последний вопрос, у нас осталось буквально 30 секунд. Скажите, пожалуйста, почему верность кому-то сегодня стала предметом насмешек? Потому что очень много зла в этом мире. Люди разуверились во многом, даже в таких высоких качествах, как любовь, как дружба, как родительская или же материнская, отцовская опека. Поэтому те люди, которые доверяют кому-то, сегодня не являются идеалом, на кого хочется быть похожим. Очень много людей оказались обиженными и обманутыми. Но Господь предлагает, чтобы в нашей жизни всё-таки произошло это изменение. Читая Священное Писание, я понимаю, что я могу быть другим человеком. Господь всегда на моей стороне, Он готов даровать для этого силы. Я благодарен вам за участие в программе, друзья. Друзья, сегодня опять непростые вопросы мы поднимали в Священном Писании, когда говорили о плоде Святого Духа, к чему призывает нас Господь. У нас часто опускаются руки, мы недовольны самим собой, наше поведение нам самими не нравится, и поэтому многие люди живут так, просто плывя по этой жизни, не проявляя определённых даже усилий со своей стороны. А Господь предлагает нам, чтобы мы просто посмотрели на Него, попросили у Него помощи и поддержки, чтобы наша жизнь изменилась, и чтобы в нашем сердце, в нашем разуме произошли изменения. Мы стали добры, терпеливее, мы были бы кроткими людьми. И, наверное, самое главное, чтобы мы научились любить, именно к любви призывает нас Господь. И хотелось бы, чтобы когда ты испытываешь любовь Бога по отношению к тебе и каждому человеку, когда ты любишь другого человека, чтобы у нас появилась от этого радость. Мы желаем вам радости, мира и добра, всего доброго. До свидания. До свидания вам, друзья. До свидания.